Этот фильм заставил нас не только плакать, но и смеяться. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы представим вам топ-10 смешных моментов из фильма «Мстители. Финал». В этом топе мы рассмотрим самые смешные эпизоды из фильма от Марвел, побившего множество рекордов. Номер 10. Хелк уже не тот. Бесспорно, одной из самых больших и приятных неожиданностей в фильме стала эволюция Брюса Бэннера и Халка. Фанаты были разочарованы, когда гигантский зеленый Голиаф практически не появлялся в «Войне бесконечности». Но все изменилось с появлением профессора Халка. И смотря на то, что он, по идее, должен быть идеальным существом, объединившим лучшее качество обеих личностей, попытки неуклюжего, мягкого и безобидного Бэннера притворяться невероятным Халком вызывают улыбку. Пусть Бэннер и гений, но вот актер из него никудышный, да и не особо он хочет им быть. Да, Халк уже не тот, что раньше. Номер девять. Фильмы о путешествиях во времени. О путешествиях во времени сняты немало художественных и документальных фильмов. И в этом эпизоде мы можем наблюдать попытку героев разобраться в теме. К счастью, в поп-культуре полно примеров. Может показаться, что Роуди знаток фильмов о путешествиях во времени, а Скотт Лэнг, наоборот, не особо шарит в этой теме. Прелесть этой сцены в том, как герои все это обсуждают. Номер восемь. Звездный лорд встречает Гамору. Представьте, что вы потеряли любимого человека. И вот снова встречаете его. Шок и сюрреализм. Невероятный шанс, о котором люди могут только мечтать. Так что мы полностью можем понять эмоции Квилла в этот момент. А теперь представьте себе незнакомца, который к вам подходит, трогает за лицо и бормочет какую-то сопливую ерунду. Реакцию Гаморы тоже можно понять. В картинах Марвел всегда идеально соблюдается баланс драмы и юмора. Но эпизодов, в которых переход от одного к другому реализован настолько эффектно и смешно, не так много. К счастью, Звездный лорд умеет держать удар. Номер 7. Селфи с профессором Халком. Как мы уже говорили, изменился не только Халк, но и Брюс Бэннер. Попытки найти баланс между двумя противоборствующими личностями сделали Бэннера эдаким беззаботным и мирным парнем. За 50 с лишним лет истории персонажа мы такого практически не видели. Очевидно, к Халку с такими просьбами обращается часто. Ему это абсолютно по душе. У него даже есть свое фирменное выражение. Смешнее только наблюдать за ревностью Скотта Лэнга. Номер 6. Небуло и Воитель наблюдает за танцем Звездного лорда. Начало фильма «Стражи Галактики» можно смотреть бесконечно. Танец легендарного преступника в исполнении Криса Пратта западает в самую душу. Идеальное сочетание атмосферы, монтажа, музыки, движений, мимики. Наедине с собой он танцует от души. И это так мило выглядит. Но когда этот эпизод повторяется в «Мстителях», мы вдруг становимся невольными свидетелями неловкой сцены. Взрослый человек валяет дурака на пустынном и мрачном мороге. Зрители, мягко говоря, не впечатлены. Номер 5. Ненавижу лестницы. Одна из самых интересных фишек «Братьев Руссо» — включение фрагментов из прошлых фильмов Марвел. Как и в эпизоде с танцем Звездного лорда, кадры из «Мстителей» 2012 года позволяют нам другими глазами посмотреть на события, произошедшие сразу после первой большой победы. Мы узнаем, что как бы Халк не старался, он все равно остается аутсайдером. Спокойно, чувак. Мы тоже их не любим. Номер 4. Капитан против Капитана. Когда Стив Роджер встречается лицом к лицу с «Капитаном Америка» 2012 года, ему приходится посмотреть на себя со стороны. А мы можем воспользоваться моментом, чтобы по-настоящему оценить, насколько улучшился костюм «Капитан Америка» с годами. Костюм 2012 года оставляет желать лучшего, но встреча героев — больше, чем просто возможность задуматься о своем внешнем виде. Что интересно в этой ситуации, «Капитан» впервые смог увидеть со стороны свою манерность. Никто ведь не любит слышать свой голос в записи, а вы представьте, как его услышит свою коронную фразу, произнесенную вашим голосом. Стремно? Стиву наверняка. А вот кинозрителям эта сцена понравилась. Номер 3. Человек-муравей роняет тако. Скотт Лэнг может быть первоклассным вором, но когда дело доходит до супергеройства, все идет как-то не так. Скотт хочет всем угодить, но чувствует он себя при этом не в своей тарелке, что особенно заметно в компании других «Мстителей». В то время как Лэнг планирует насладиться своим тако, воитель внезапно приземляется рядом. Да так, что Скотт роняет еду от неожиданности. Да, между ними явно не все гладко. К счастью, профессор Халк с его новым отношением к жизни внезапно проявляет к муравью доброту. Иногда даже такие незначительные жесты, как поделиться своим тако, имеют значение. Эта сцена не только очень смешная, но и милая. Номер 2. Тор встает на защиту Корга. Честно говоря, в этой сцене, в которой нам предстает обновленный Тор, находящийся, мягко говоря, не в лучшей форме. Кажется забавным все. Жилища, смахивающие на студенческую общагу, отрешенный вид а-ля Большой Лебовский и лучшие друзья, каменный чувак и гигантский жук. К новому образу жизни Тора привели душевные травмы и депрессия, но об этом мы узнаем позднее. В этот момент мы будто становимся невольными зрителями ситкома от Марвел с Тором, Миком и Коргом в главных ролях. В кульминации эпизода Тор решает сказать пару ласковых игроков под псевдонимом Нубмастер69 за то, что тот обзывает Корга. Игроки обычно не стесняются в выражениях, но мало кто не испугается угроз от самого Бога Грома. Мы уже отмечали классный эпизод, в котором герои обсуждали путешествие во времени. Классно он еще потому, что в нем упоминается легендарный назад в будущее и крепкий орешек. В целом в фильме отлично сочетаются юмор, экшен и эмоции. Так или иначе, на первом месте нашего рейтинга тоже сцена о путешествиях во времени. Да, а пока давайте посмотрим еще несколько достойных упоминаний. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Перед тем, как огласить наш номер один, напоминаем, чтобы не пропустить наши выпуски, подпишитесь на наш канал и включите уведомления. Что ж, поехали! Номер один. Неудачное путешествие во времени Как мы уже рассказывали, представления Скотта Лэнга о путешествиях во времени основаны на популярных фильмах. Но вскоре он смог прочувствовать все особенности таких перемещений на своей шкуре. Сначала Скотт предстает перед нами 12-летний. В мальчике, которого вы можете узнать, актера Джексона Дана, сыгравшего супергероя в фильме ужастики 19-го года, Гори-Гори ясно. Попытки Халка исправить ситуацию только усиливают ее комичность. Мы видим Человека-муравья стариком, а затем младенцем. И вишенка на торте, кто-то из них всех успел обмочиться. Итак, вы согласны с нашим выбором? О каких смешных моментах Мстителей Финал мы забыли? Напиши о них в комментариях. Переходите к просмотру еще одного недавнего ролика на канале WatchMojo Россия, заглядывайте в плейлист и не забудьте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok